В Беларуси во второй половине февраля будет проведен конституционный референдум. Он станет новой страницей в государственном строительстве. На протяжении 10 месяцев в стране работала конституционная комиссия. Итог работы компетентных специалистов. Из проекта исключены две статьи. Изменены 77 статей и введено 11 новых. Добавлена одна глава, а также полностью обновлен раздел о заключительных и переходных положениях. Конституция должна отвечать вызовам времени, а потому необходимо было максимально приблизить ее к современности с учетом различных рисков. Среди приоритетов обеспечение стабильного суверенного развития и закрепление социального характера государства, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это ценностные изменения в Конституции. Это все, что касается брачно-семейного законодательства, сохранение исторической памяти, например, прав человека. Потом, затем, социально-правовые изменения в Конституции. Это, конечно, те аспекты, которые связаны с социальным характером нашего государства. Здесь могу сразу всех успокоить и сказать, что социальный характер, право белорусской на бесплатную медицину, образование, иные услуги не подвергаются сомнению, наоборот, только развиваются в действующей редакции Конституции. Например, мы впервые вносим обязательства государства проявлять заботу к инвалидам и пожилым людям, создавать для них приемлемые социально-бытовые условия. Отдельный, конечно, очень серьезный пласт работы проделан в плане переоценки системы государственного управления нашей страны. Вводится принципиально новый орган государственной власти, высший орган государственной власти, Всебелорусское народное собрание, которое получает стратегические полномочия. Республика остается президентской, но некоторые президентские полномочия мы урезаем. Например, предлагается, что в будущем глава государства не будет издавать декреты, имеющие силу законов, но сохранит право издавать указы и распоряжения, обязательные для выполнения, и отменять, соответственно, акты распоряжения правительства областных органов власти. 27 декабря 2021 года в СМИ был представлен проект новой Конституции. Уже с 30 декабря начали работать общественные приемные, куда может прийти или позвонить в рамках прямой телефонной линии каждый белорус, оставить замечания или предложения по изменениям в проекте, высказать свое видение нового документа. Люди, конечно же, интересуются и интересуются, каким образом мы будем передавать информацию, это интересует людей. Приходят и пообщаться где-то, звонят и просто поговорить, обсудить, вроде как бы и нет конкретного предложения. За то, чтобы историческая память наша была очень важна, и она была закреплена в Конституции, особенно, конечно, пожилого возраста люди, переживая, что, конечно, подрастающее поколение, чтобы правильно понимало, ценило и уважало, как говорится, то, за что у них ушла молодость. Конечно, это беспокоит людей, да, люди выражают свое мнение. На сегодняшний момент я не сталкивалась с какими-то такими отрицательными. Нет, позитивный, нормальный, конструктивный диалог, нормальный, спокойный, то не идет диалог, обсуждают. Государство предоставило возможность всем гражданам выразить свое мнение. Поэтому вопросы и предложения на горячую линию города Бреста по внедрению и дополнению в проект новой Конституции поступают регулярно. Это говорит о заинтересованности наших граждан. Но, как известно, сколько людей, столько и мнений. Поэтому каждое предложение тщательно прорабатывается профессионалами и отправляется на рассмотрение в Минск. Я думаю, что комиссия, которая будет делать сбор этих предложений в Минске, которая работает, она тщательно изучит эти предложения. Я так думаю, что сделает выбор. Все-таки мнения людей где-то совпадают, где больше, наверное, это предложение будет иметь более весомый статус. Ведь каждый человек объясняет, что он хочет внести, во-первых, в ту или иную статью Конституции, которую изучил Конституцию. И он же дает свое разъяснение, как он видит, а уже Конституционная комиссия, кто работает, она, я так понимаю, будет видеть с учетом законодательной базы, смогут это они внести или не смогут, они это рассматривают. И я думаю, что если будет много каких-то предложений на одну и ту же тему, то я думаю, что я вполне верю, что это внесется в Конституцию в соответствии с действующим законодательством. Отношусь положительно. Не знакомо пока с изменениями. Еще не знакомились. Я считаю, что любые изменения в рамках закона, они правильные будут обязательно. Я против антизаконных выступлений. В проект Конституции Республики Беларусь внесены изменения, отражающие текущий момент нашей жизни, а также позволяющие решать задачи долгосрочного порядка. Долг каждого гражданина нашей страны прийти на референдум, который пройдет не позднее февраля, и подтвердить свои намерения по построению и в дальнейшем свободного, суверенного, независимого государства. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович. Телекомпания Бук ТВ.